Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить манную кашу. Это видео для начинающих кулинаров, для молодых мам, пап, для всех тех, кто еще никак не может сварить манную кашу без комочков. Это действительно на самом деле все легко и просто, поэтому сегодня мы будем с вами готовить вместе. Попробуем еще раз. Для этого нам понадобится молоко, манная крупа, соль, сахар и сливочное масло. Сначала нам надо закипятить молоко. Немножко в кастрюлю добавляем воды, чтобы молоко не подгорало. И наливаем молоко. Теперь ждем, когда молоко закипит. Лучше всего за молоком наблюдать, потому что, как всегда, оно закипает очень быстро, чтобы оно не убежало. Ну вот, друзья, наше молоко закипает. Мы за ним следим. Как только молоко закипит, начинает уже, вот-вот, начинает закипать, я уменьшаю огонь, чтобы оно у нас не убежало. И мы начинаем засыпать манку. Засыпаем потихонечку и мешаем. Это самый важный процесс. И еще очень важна пропорция. На пол-литра молока мы берем 3 неполные столовые ложки манки. И вот так вот мы мешаем, мешаем, мешаем. Очень важно хорошо мешать. Очень сильно не надо. Вот наше уже молоко тоже закипело. Булечки пошли. Уменьшаем огонь и пусть она кипит потихонечку. Можем немножечко даже приподнять с огня. Если кастрюля очень сильно нагрелась, ничего страшного. Чуть-чуть приподнимаем, чтобы просто молоко не убежало. Добавим немножко соли. И пойдет у нас здесь столовая ложка сахара. Если любите кашу послаще, сахара можно положить больше. Здесь уже, как говорится, на любителя, как вам больше нравится. И все время мы кашу помешиваем. Она потихонечку варится. Так мы долго варить не будем. Минуты, наверное, три. И потом кашу снимем, закроем крышкой, дадим ей настояться одну-две минутки. Ну вот, наша каша почти готова. Мы ее варили пять минут, постоянно помешивая. Иногда я снимала пенку. Теперь мы ее снимаем с огня, закрываем крышечкой и дадим ей настояться еще одну-две минутки. Ну вот, смотрите, друзья, каша получилась без комочков. Консистенция хорошая. Если вы любите погуще, вы можете, ну, на пол-ложечки манки добавить еще больше. Хотя, в принципе, сейчас посмотрим в конце. Я думаю, что получится все замечательно. Ну вот, друзья, манная каша готова. Получилась хорошей консистенции. Ни одного комочка. Самое главное, соблюдать пропорции. На пол-литра молока 3 столовые неполные ложки манной крупы. Все время помешивать. Еще важно снимать пенку. Она тоже может давать комочки. В готовую кашу мы с вами добавляем сливочное масло. По вкусу можно добавить свежие ягоды или варенье. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Приятного аппетита и прошу к столу!